Добрый день! С вами программа Сана и я, Кымбат Хангельдина. На северном и южном рубеже казахстанской земли высятся два часовых, две пограничные вершины, две легендарные горы, неразрывно связанные с мифологией народов, населявших Великую Степь. Тысячелетиями они служили ориентирами для всех, кто пускался в путь по безбрежным евразийским просторам. Племена и кочевые империи сменяли друг друга, а вершины Хантенгри и Белухи вечно пребывали в холодном безмолвии своих сияющих вершин. Человеческая фантазия населила их вершины духами и богами. Глядя на них, люди обращались мыслями к высокому, просили у небес покровительства в своих делах, утешения в горестях, поддержки в суровые дни войны. Есть какие-то незримые, но властительные связи между человеком и сверкающими ледниками горных вершин. И порой хочется уйти от суеты будней туда наверх, где воздух чист и небеса совсем рядом. Сегодня мы, как всегда, поведем разговор о неприходящих ценностях, которые определяли жизнь многих поколений наших предков. Да и сегодня часто служат ориентирами, причем порой в буквальном смысле слова, всем тем, кто ищет правильный путь в жизни. Герой нашего сюжета уже на протяжении всей жизни с горами на «ты». И связь с ними у него на уровне энергетики. Он помнит, каким был более полувека назад Коктубе, когда они мальчишками-сорванцами бегали собирать дикие ягоды и яблоки, играли в казаки-разбойники, вдоль и поперек облазили каждую сопку, каждый пригорок. В Алмату мы приехали в 47-м году. Я пошел в первый класс. А вот где-то уже в 4-м, в 5-м классе мы с пацанами уже ходили в горы. Ну, сначала так, Веригина гора. Это Коктубе. Коктубе тогда для мальчишек казалось большой горой. И нарвут они там диких яблок, сядут где-то на пригорке и мечтают. А мечты уводили маленького Юру совсем далеко. Он был и капитаном дальнего плавания, и кораблестроителем, и космонавтом. В реальной жизни же Юрий Петрович Аравин и стал почти всем. Органично совместил в себе много профессий, увлечений, одним словом, талантов. Если взять даже одну грань, то здесь все равно в ней, в самой еще много-много граней. Ну, педагог, преподаватель. Чего? Музыкальные школы, училища, консерватории, Жорогеновка, Институт повышения квалификации. Так Юрий Петрович сам выделил свой главный талант. Талант музыковеда, знатока казахской музыки и казахских народных инструментов. Юрий Петрович пришел на казахское республиканское телевидение почти в 60-е годы. С большим багажом знаний о народной музыке. Это был зов души, когда захотелось выйти за пределы студенческого лекционного зала и поделиться своими знаниями с многотысячной аудиторией телезрителей. Я ввел программу «Музей звуков», предположим. Это 250 передач. Понимаете? Но это капля в море. Музыку создает народ. Бархатный голос ведущего Аравина вызывал доверие у сотен телезрителей. И его программы вошли в Золотой фонд казахского телевидения, 60-летие которого отмечается в этом году. Телевидение стало средством на 80% развлечения или просто такой холостой подачи информации. Воскресный день мы застали Юрия Петровича, где думаете? Конечно, на лекции. Юрий Петрович ведет лекции для родителей с детьми на темы о музыке и музыкальных инструментах один раз в месяц. Готовится очень тщательно. Надо удержать внимание детской аудитории на целый час. А это непросто. Нужна полная импровизация и неожиданные переходы. Он расскажет, почему белые клавиши белые и черные черные. И почему одно и то же произведение, только на белых клавишах, звучит совсем по-другому, чем на черных. После музыкального часа Юрий Петрович охотно согласился с нами поехать в горы. Потому что о другой грани его таланта, профессионального инструктора по горному туризму, лучше рассказывать там. Поджурчание горной реки в предгорьях Бутаковки. Увлекся, так скажем, спортивно. На Медео была туристская база, своеобразная, юношеская. И там я получил значок, такой турист СССР первый. Это было где-то в 50-х годах, в начале. Профессиональным инструктором по горному туризму Юрий Петрович стал по стечению обстоятельств, когда после неудачного спуска на лыжах сильно повредил плечо. Но он не мог расстаться с горами. И горы в сложный момент его жизни открыли свои тропы, по которым раньше никто не ходил. Когда ты начинаешь ощущать, не просто видеть, а ты чувствуешь вот это преодоление гравитации, когда ты поднимаешься, поднимаешься, поднимаешься. Это удивительное состояние. Ощущение чувства полета своего тела Юрий Петрович испытал по-настоящему тогда, когда стал одним из первых дельтапланиристов в Алматы и возглавил первый алматинский клуб. Он тогда открыл в себе талант кораблестроителя, только воздушного. На 1975 году я увидел по телевидению полеты на дельтапланах, загорелся. И год я делал дельтаплан своими руками дома, на кухне. И поднялся Юрий Петрович тогда на предгорье Ушконыра, чтобы оттуда полететь вниз на своем собственноручном дельтаплане. Первый полет был потрясающе совершенно. Я вдруг ощутил, что вернулся в свои сны, потому что это полное впечатление, что ты во сне. Вот и ты полетел. С годами, с возрастом отношение к горам у человека меняется, считает Юрий Петрович. Если вначале был спортивный интерес, то с годами ты ищешь в горах другое – умиротворение, покой и ясность мысли. Именно поиск внутренней гармонии с собой, наверное, подтолкнул Юрия Петровича к пешим походам в одиночку. Это удивительное состояние пантеизма, буквально, слияния с природой. Разговариваешь с природой, вроде бы не слышишь ответа, но все равно это очень поэтично, это очень красиво и вдохновенно. Знаете, когда ты буквально сливаешься с этой природой. Вот так, с музыкой и молодым задором в душе, с любовью к увлечениям и к горам, с верностью к своим профессиям, в гармонии с собой и здоровьем, разменял уже восьмой десяток Юрий Петрович. Наступит лето, и он снова закинет рюкзак за плечо и спортивной походкой отправится в пеший поход по заилийскому Алатау. Обязательно пойду, но где-то в августе. Это самый удобный бархатный сезон. Человек, когда общается с природой, он начинает верить вот в эти сверхсилы, божественность, понимаете, какую-то. И глядя на наши горы, видишь, что это настолько мощно, настолько убедительно, настолько вечно, что невольно преклоняешься перед этой вечности, естественно. Вот, сакральность есть в этом. Многие культуры мира воспринимают горы как сакральный объект. Об этом мы и поговорим с нашим гостем в студии, известным алматинским художником и горновосходителем Андреем Старковым. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Андрей, а почему вот сознание многих людей, горы, особенно высокие, большие горы, занимают какое-то такое особенное, я бы сказала, сакральное, что ли, место? Вот с чем связан вот этот вот, я бы сказала, даже страх? Ну, не знаю, страх ли, но желание подняться на высоту, это, я думаю, изначально присуще человеку на генетическом уровне. Забраться повыше, увидеть подальше, узнать, что там на горизонте, как в песне Высоцкого, узнать, а есть предел там на краю земли, можно ли раздвинуть горизонты. И вот это желание подняться на верхнюю точку, увидеть обзор, узнать свое местоположение в мире, оно изначально биологически сидит в каждом человеке, и, наверное, это обуславливает стремление подняться, залезть на гору. Были ли Вы на сакральных вершинах, на Хантенгере, Белухе? Что они в себе несут вообще, эти горы? Нет, на сами вершины я не поднимался, это, опять же, доступно только людям со специальной подготовкой, физически крепкие и специальную подготовку имеющую восходителей. Но мне повезло, я был рядом с этими горами, я воочию наблюдал, допустим, закат на Хантенгере, это произошло первый раз в 91-м году, если я не ошибаюсь, я оказался на леднике Нельчек, и первый же вечер, безумный закат, вершина напоминает просто, ну, кипящее золото, невероятный эффект, и я смотрю все присутствующие, это был международный альпинистский лагерь, было около 100 человек, наверное, в это время находилось на леднике, и вот эти 10 минут перед тем, как солнце окончательно уйдет за горизонт, и гора погаснет, все в молчании, вот все эти люди стоят, смотрят на вершину, буквально это напоминает молитву, кипящее золото, все смотрят, и это действительно похоже на молитву, созерцание такой безумной, невероятной красоты. Почему именно определенные горы становятся священными символами, вот, например, Синай, Арарат, Казбек и так далее, вот наш Хантенгри, Белухи, я уже не говорю про вершины Памира, Тибета, Гималаев. Ну, это связано с местоположением, вот, если говорить о Хантенгри, это, во-первых, очень яркий образ, пирамида, отдельно стоящая, не примыкающая к каким-то соседним особняком стоящая гора, тем более на закате окрашивающаяся таким вот ярким золотым красным светом. Конечно, уникальное их положение, этих вершин выделяет их из общего ряда, их красота, их особое положение. А вот ваш интерес к горам, он с чем связан? Ну, помимо того, что действительно это красиво, это манит, как вы говорите, на генетическом уровне, мы стремимся вверх, с чем еще? Ну, я вспоминаю свое далекое детство, я был маленьким мальчиком, там мне 3-4, может быть, года, моя тетушка родная, она жила проспекта Бая на пересечении улицы Сейфулина. И с балкона ее дома прекрасна панорама вершин вот над Алматой, эта замечательная декорация, значит, каждый день, когда я бывал у нее в гостях, я мог наблюдать. И в те времена воздух был не как сегодня, очень чистый, на вершинах можно было видеть буквально каждую елочку, отдельные там крупные камни. И я разглядывал эти горы, это безумно невероятной красоты декорация, и всегда хотелось узнать, а что же там за ними? То есть горы они притягивали, они тянули, и это чувство сохраняется, мне до сих пор хочется ходить в горы и представить, узнать, а что там действительно за ними? И этот интерес с детства. Хорошо, а вот сегодня, поскольку вы являетесь художником, вы можете там писать, непосредственно работать там и смотреть на всю эту красоту? Конечно, могу, да, и когда я был студентом, проходил там какой-то, ну, первые шаги, может быть, в искусстве, да, я таскал этюдник, в горах я писал этюды, но там ветер дунет, все упадет, там прилипнет краски, камни, там ветки какие-то, все это заносило какое-то такое напряжение, и, ну, со временем я научился это делать дома, я сижу в студии, в мастерской работаю, пишу. Вы вспоминаете, да, что вы видели? Впечатлений выше крыши, как говорится, их хватает, плюс регулярные прогулки в горы, да, но все работы, они, конечно, в студии проходят сейчас. Андрей, спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам в студию сегодня, я надеюсь, что те, кто сегодня нас смотрит, последует нашему совету почаще отвлекаться вот от этой повседневной суеты и подниматься туда, повыше, к истокам. Может, вы откроете в себе новые таланты или вас осенят высокие идеи, которые навсегда изменят ваше отношение к жизни. Я благодарю вас. Спасибо вам тоже за разговор. И продолжаю нашу программу. Новые истории на нашей странице в Фейсбуке. Райхан Калауа из Казаладинской области рассказывает, как мавзолей Бегемона круто изменил ее жизнь. Этот мавзолей представляет собой башню и является памятником архитектуры 11 века. По легенде, эта башня была пристанищем дочери святого Харабуры. Давайте прочитаем историю Райхан, которая побывала в ней. Мы с мужем вместе уже 10 лет. За это время у нас было всякое. Первые годы после свадьбы жили душа в душу. Потом отношения стали портиться из-за того, что у нас не было детей. Муж стал грубым, бывало, и руку поднимет на меня. Прошло еще время, и его отношение ко мне стало просто невыносимым. Ну что это за жизнь в слезах? Решила уйти от него и сказала об этом его старшей снохе. А она мне посоветовала не торопиться и предложила съездить к башне Бегемона. Я тоже раньше слышала, что ее дух живет в этой башне и помогает обиженным женщинам. Говорят, в древние времена Бегемона была женой хана и тоже была сильно обижена им. Прикоснулась я к стенам башни и сразу почувствовала какой-то холодок. Потом ладони стали согреваться. Я молила дух Бегемона помочь мне принять правильное решение. Я не просила ребенка, не просила, чтобы муж снова стал любящим и ласковым. У меня был только один вопрос – уйти или нет? Дома никак не решалась собрать вещи, чтобы уйти. Чего-то ждала. Муж как-то стал спокойнее, отношения стали лучше. Так прошло три месяца. А потом я поняла, что стану мамой. Когда муж узнал об этом, совсем изменился. Сейчас у нас трое детей, мы счастливы. А сейчас мы вам расскажем и о других удивительных местах региона. Итак, топ-5 сакральных мест Козлординской области. Мемориальный комплекс «Коркыт-Ата». Он сооружен недалеко от села Жусалы, на берегу Сырдарьи, где родился и вырос Коркыт. Памятник представляет собой четыре вертикальных стрелы. В верхней части сходятся 40 металлических труб. При ветре они издают звуки, напоминающие звучание кобыза. Сюда приходят паломники со всех уголков страны, чтобы попросить у великого кобызиста, философа-исказителя, здоровья и исполнения желаний. Это место обладает чудодейственной силой. Кескен-Куюк-Кала. Это городище расположено на южном берегу Древней Дельты. Здесь преобладает грубая лепная керамика с рельефным орнаментом. Геометрический и растительный рисунок напоминает узоры тюркских племен Монголии и Средней Азии в раннем Средневековье. Поэтому ученые считают, что возраст городища не позднее начала нашей эры. Поселение Баланды. Это хорошо укрепленная усадьба с рассредоточенными вокруг поселениями. Такие же крепости встречаются в харизме ранних античных времен. Ученые датируют его третьим-вторым веками до нашей эры. Городище Бабиш-Мула. Эта крепость имеет несколько строительных периодов. Но все они в пределах четвертого-второго веков до нашей эры. На городище были найдены керамика, бронзовые наконечники стрел с кивского периода и многочисленные обломки грубых орудий. Башня Сараман-Коса. Она расположена в Казалинском районе. Форма башни конусообразная. С ней связана легенда о трагической любви парня Сарамана и девушки Коса. Влюбленные бежали после того, как их родители не дали согласия на равный брак. Но слуги богатого купца погони убили его сына. Раскаившийся отец велел воздвигнуть башню в честь влюбленных. Время постройки датируется XI веком. Если пророки и мудрецы поднимались в горы для того, чтобы общаться с богами и духами, то есть люди, которые совмещают высокое с полезным и приятным. Кто-то ходит в горы за здоровьем, кто-то за вдохновением, кто-то за самоутверждением, а кто-то за спортивными достижениями. Казахстанские спортсмены-альпинисты давно известны всему миру. Еще в советские времена они в составе сборных СССР устанавливали выдающиеся достижения и дома, и за рубежом. В том числе на самых трудных и опасных маршрутах в Гималаях. Сегодня эти традиции продолжают и приумножают новые поколения наших спортсменов. Они непременные участники и постоянные лауреаты международных соревнований. Благодаря им голубой флаг независимого Казахстана развивается на самых знаменитых вершинах практически всех континентов. О прошлом, настоящем и будущем казахстанского альпинизма мы говорим с нашими гостями. С известной журналисткой Галиной Муленковой и молодым альпинистом Ершатом Аязбаевым. Здравствуйте. Галин, я поздравляю тебя с 60-летием казахского телевидения. И, конечно, хотелось бы спросить, а вот какой звездный час наших альпинистов ты освещала или комментировала в эфире телеканала Хабар? Я по возможности освещала каждый звездный час наших альпинистов, потому что за буквально несколько лет наши альпинисты прошли все 14 высочайших вершин мира. Это программа 14 вершин, очень популярная у альпинистов, и каждый молодой начинающий альпинист уже мечтает ее выполнить, потому что на земле 14 восьмитысячников. В 2011 году наши ребята закончили эту программу, но еще на заре, то есть в то время, когда я только пришла на Хабар и стала делать какие-то сюжеты о природе. Помните, Владимир Ахмадьянович Рерих у нас был, да, руководителем? Он мне однажды сказал, вы принесли свежий воздух на Хабар. Это была похвала на самом деле. Да, конечно. Из его уст это была похвала, действительно. Конечно. А скажи, пожалуйста, Галь, а кто считается основоположником казахстанского альпинистма? В 1930 году трое взошли на Малоалматинский пик. Вы все его видите, такая пирамидка, сейчас он называется Большой Алматинский пик. Да, раньше это был Малоалматинский пик. Потом начался высотный альпинизм. Наша группа под руководством Колокольникова Евгения Михайловича, они прошли в район Хантенгри. Можете себе представить, то, что мы сейчас преодолеваем за 40 минут на вертолете, преодолевалось на лошадях. Эти бедные лошади падали в трещины, скользили по льду, их перетаскивали, тащили на себе грузы. Вот так начинался высотный казахстанский альпинизм. Но только так можно было на картах, на белых пятнах планеты проложить какие-то маршруты, горы. И тогда был такой журналист и поэт Сарым Кудерин, к сожалению, его нет в живых давно, и он написал стихотворение о том, что по снегу цепочка альпинистская видна, что я запомнила. Хорошо, а чем казахстанские горы вообще интересны со спортивной точки зрения? На самом деле, то, что касается Зайлийского латау, рядом с городом, да, один час, и вы там наверху, еще один час, и вы уже от Чимбулака доскакали до высокогорья, и вы можете совершать восхождение. Не любой категории трудности, но для того, чтобы вырасти, этого вполне достаточно, вот молодой альпинист подтвердит. Три с половиной, четыре часа на машине и сорок минут на вертолете, и вы в высочайшем горном узле центрального Теньшани, пик Победы, пик Хантенгри, два семитысячника. То есть колоссальный полигон, к нам сюда приезжал даже Рейнхольд Месснер, это звезда мирового альпинизма в 97-м году, он сказал нашему Анатолию Букрееву, Толя, я понимаю, ты хочешь в ближайшие годы выполнить программу «14 вершин», вот тебе осталось там четыре восьмитысячника, ну ты сбегаешь на них. А вот раньше ваши казахстанцы ходили на высокие горы по стенам, вот чем отличалась наша школа, да, то есть человек лезет и тянет высоту, разные вещи. А сделай вот такое восхождение. Да, да. И вот он его не сделал, потому что просто погиб, а вот эти кадры я снимала в Гималаях как раз. Вот Людмила Савина идет, восходительница на Эверест. Хорошо, то есть я понимаю, что вот как раз здесь, наверное, происходят основные события международной альпинистской жизни, да, по этим маршрутам, о которых... А вот за что дают награды и какие награды считаются у альпинистов самыми ценными? У нас сейчас даже чемпионат мира свой, да, три команды участвуют, но чемпионат мира есть, он объявлен несколько лет назад. Раньше был чемпионат СССР, это было суперкруто. Наша команда, по-моему, семикратный, чемпионы, сколько-то раз призер, это вот предыдущее поколение команды Ильинского. Да, у нас была супермощная команда за счет того, что круглый год была акклиматизация, за счет близости гор. Сейчас есть такое понятие звания Снежный Барс, это в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе 5-7 тысячников, вот два из них у нас на Теньшане и три на Памире. За прохождение раньше давали 4, сейчас за... прибавили к победе много лет назад, сейчас за 5-7 тысячников получает звание Снежный Барс, присваивается личный номер, присваивается номер восходительный Эверест, а у нас их, кстати, много восходителей на Эверест. Для кого-то это смерть, но не для казахстанских альпинистов. Вопрос акклиматизации, хитрость акклиматизации. Да. Хорошо. Сейчас надо сказать, что восхождение на разные расстояния становится популярными у молодежи. Я думаю, что Ершат нам расскажет о том, что ради чего, в общем-то, он начал этим заниматься, как долго, и можно ли говорить о развитии горных маршрутов для начинающих, скажем так. Относительно в альпинизме особо, как бы, недолго, всего лишь год и три с чем-то месяца. Да. Но за это время проходило несколько маршрутов, довольно-таки сложных и простых, и средней по сложности. Но всем альпинистам, конечно, задают вопрос, почему вы идете на вершину, на гору. И каждый альпинист, конечно, задумывается, и ему сложно ответить на этот вопрос. Я бы ответил вот так. Если хотите, вот ищите ответ на этот вопрос, рядом с большим Алматинским озером находится пик совета. Самый легкий четырехтысячник, близ Алматы. Туда надо вот сходить. Там на вершине есть табличка, и там вы найдете ответ на этот вопрос. Коротко, ясно, со словами нашего великого альпиниста Букреева. Хорошо, скажу более конкретно. А какой вершине ты мечтаешь? Ну, в этом году мечтаю хан или Ленина. А со временем посмотрим, как сложится судьба. Ну, я, конечно, хочу только пожелать тебе, чтобы у тебя, во-первых, хватило сил, потому что там физика должна быть. Мне кажется, что физическое здоровье – это одно из главных условий восхождения. Это, да, соглашусь. Это, то есть, физподготовка должна быть хорошей. Но успех восхождения, по мне, как 60% зависит от снаряжения. А 40% – это уже твои тренировки, твои подготовки. А погода? Погода, да. Плюс 90%. Ну, да, плюс 90%. Галь, ну, конечно, здесь не можем вспомнить, не вспомнить, вернее, о тех наших героях, для которых покоренные или непокоренные вершины стали роковыми. Так уже 20 лет, как погиб легендарный казахстанский альпинист Анатолий Букреев, о котором ты уже немножко сказала. У тебя несколько, сколько мне известно, работ есть об этом, есть новый фильм. Вот какие факты, ранее неизвестные или малоизвестные, вошли в этот фильм? В этот фильм? Я бы хотела сначала сказать о Валерии Хрещатом. Звезда. Могучий был человек, очень тонкий, очень под жару, очень интересный, с такой шикарной открытой улыбкой. И он говорил, ну, вот почему люди ходят в горы? Ну, вот был бы 9-тысячник, мы бы туда залезли, да? Жалко, что нет 9-тысячника, есть только 8-тысячники. Однажды он мне отдал свои дневники, это было в начале 90-х. Сказал, работай, Галка, пиши, мне еще рано писать мемуары. А в 93-м его убила лавина. И я сейчас очень переживаю о том, что идет колоссальное таяние ледников в горах. И тела появляются сейчас. На Кавказе находят тела, в Гималаях находят тела. И это когда-нибудь коснется Тиньшаня. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть мы однажды, ну, ребята нашли тело какого-то солдата в какой-то очень старой форме в районе Хантенгри. И вот клиенты, да, мы вот сейчас на Фейсбуке с друзьями спорим, да. Я пишу, желание клиента закон, он пошел на Хантенгри после огромных снегопадов, потому что он... Желание клиента закон. А мне отвечают, нет, это был осознанный выбор. Что касается Анатолия Букреева, ну, вот многие не знали, что он пел. Многие не знали того, что мы, например, с ним в 86-м или 87-м году мы прилетели на Памир. И стояли двумя командами, Спартак и армия. Он был армеец, я была в Спартаке. И у нас кончились продукты, а нам еще дней 10 жить. Я беру гитару, привожу себя в порядок и иду по соседним лагерям. Пою, а мне украинцы говорят, а ты шо, голыся, пришла-то? Я говорю, ой, ребята, наши все на горе, говорю, я вот как посмотрю на пик коммунизма, это высочайшая точка была Советского Союза, как посмотрю, говорю, боже мой, мне туда никогда не забраться, что хоть оттуда видно? Ой, как посмотришь назад, як далеко возвращаться, да? И нам понесли сало, консервы, печенье, да? Я пошла в международный альпинистский лагерь, а Букреев тут спустился с горы и говорит, что там кормят? Да, я говорю, кормят, я с тобой. И вот мы брали мою гитару, ходили там, пели, приносили, поесть в лагерь. Это жизнь, это такая интереснейшая жизнь. Там не обязательно лезть куда-то, да? Вот для меня не столько было важно залезть, сколько было важно проследить характеры и отношения. Понимаете? Есть такой выдающийся альпинист Ренат Хайбуллин. Вот он, очень крутой скалолаз, он себя называет лучшим скалолазом среди альпинистов и лучшим альпинистом среди скалолазов. Букреев был лучший лыжник у нас среди альпинистов. Так они себя называли. Так вот, он не однажды сказал, он говорит, знаешь, альпинизм – это хорошо, да? Внизу 90% людей думают, что это такое братство, это все дела, да? Как только два слова звучат – сборная и Гималайя, мы уже не братья, мы соперники. Это спорт. Это спорт. Я благодарю вас за очень интересный рассказ. Я думаю, что не раз еще мы будем об этом говорить. Ершату я хочу пожелать только успехов, потому что его альпинистская жизнь только начинается. Галя, тебя еще раз праздником, и мы еще увидимся. В следующей передаче мы продолжим о том, что объединяет сегодняшний день с прошлым нашего народа и его будущим. До свидания, все вам самого-самого доброго. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Корректор А.Кулакова